Здравствуйте, я Лилия Игликова. О том, как государство заботится о психическом здоровье народа, говорим с юристом, исполнительным директором фонда Коргау Алией Абдиновой и специалистом по связи с общественностью Гульмирой Сембиевой. Алия Гульмира, здравствуйте. Здравствуйте. Вы представляете фонд, который борется с нарушениями прав человека в области психиатрии. И первый вопрос, почему именно эту сферу вы выбрали? Кто создал фонд и на какие деньги он существует? Общественный фонд Коргау Ачар, он был создан 6 февраля 2014 году. Ранее он был создан мной и еще одной женщиной, Шадрина Наталья Николаевна. И вот мы двое учредители этого фонда. Что предшествовало созданию этого фонда? В 2011 году Шадрина Наталья Николаевна, она занялась такой волонтерской деятельностью по противодействию внедрения наркотикосинтетического метадона у нас в Казахстане. И в 2013 году я к ней присоединилась в той же качестве волонтера. И так как я по образованию юрист, я ей предложила, чтобы мы открыли общественный фонд, то есть юридическое лицо, чтобы нас уже более серьезно воспринимали на всяких площадках, где мы говорили об этой проблеме. И поэтому мы вот в конце 2013 года подали документы и в начале 2014 года получили документы о регистрации. И первоначально мы занимались также этой проблемой по поводу метадона. И так как оказалось, что вот наркотик метадон и психиатрия, они взаимосвязаны идут. И начали вот ко мне непосредственно обращаться как к юристу потерпевшие. Первые, кто ко мне обратился, это были люди, бывшие работники психоинтернатов, психиатрических больниц. И начали сообщать о тех нарушениях, которые там происходят. То есть не сами даже потерпевшие. И первая проблема, которую мы услышали, это была проблема детей-сирот и психиатрии. Мы занялись первыми нашими делами. Это вот мальчик-сирота, которого в 17 лет часто отправляли в психиатрическую больницу. Оказывается, его хотели признать недееспособным для того, чтобы на всю жизнь закрыть психиатринтернаты. И мы как раз подключили очень много круглых столов, пресс-конференции проводили. И таким образом, когда мы стали эту тему поднимать, за этой темой последовали другие и последовали дальше больше. Ну то есть клубок стал нарастать. И таким образом мы уже целенаправленно начали заниматься этой проблемой. Но действительно, одно цепляется за другое. Вы упомянули тему продвижения метадона в Казахстане. Ведь на самом деле за этой метадоновой политикой, вы сами, наверное, почувствовали, стоят мощные силы. Специалисты знают, что если наркоман может еще избавиться от наркозависимости, если употребляет какие-то натуральные наркотики, от метадоновой зависимости избавиться практически невозможно. И понятно, что это не только медицинская проблема, это проблема целой системы. У меня вопрос один очень простой. Если, допустим, подростки могут легко найти наркотики, купить, подсесть на них, то почему полиция не может найти их? Все эти точки продаж? Ну, мое мнение, тут есть, я так думаю, что заинтересованных определенных сил в этом. Вы выступаете против принятия Кодекса о здоровье народа в том варианте, который был предложен Министерством здравоохранения. Какие пункты вас больше всего напрягают? Изучая сам Кодекс о здоровье народа, к нам он попал, проект Кодекса, в декабре 2019 года. Изучая мы, если честно, у меня волосы дыбом вставали. Те статьи, которые нас очень сильно волнуют, это статья о психдиагностике. То есть сейчас в новом проекте Кодекса упрощает постановку психиатрического диагноза и передают эти функции, часть этих функций обычным врачам передают. Чем это чревато? Это чревато тем, что это может привести к массовой психиатрической диагностике. Это первое. Второе, то, что психиатрия заходит в наши школы, дошкольные, школьные учреждения, то есть к нашим детям. Мы увидели опыт других стран, к чему это привело. В дальнейшем мы расскажем, к чему это привело в других странах. Это смерть и самоубийство от побочек этих препаратов, от психотропных препаратов. Следующее, это то, что обязательные профилактические медицинские осмотры. Почему детское население должно обязательно подвергаться медицинскому осмотру без согласия родителей? Это вообще противоречит ряду принципов медицинского права, а именно добровольно информированное согласие родителей. И следующее, это школы, способствующие укреплению здоровья, куда также входит психодиагностика. И следующее, это тестирование детей в школах на склонность к суициду, которые будут, ну как я считаю, будут проводиться по иностранному, то есть по зарубежному опыту, который также направлен, чтобы детей после тестирования направляли на лечение психотропным препаратом. Насколько я понимаю, пилотные проекты уже были запущены, я сама разговаривала с людьми, которые знакомы с этими тестами, вот пришлось им заполнить. И вопросы, я бы сказала, вопросы в этих тестах, как прямая инструкция к суициду. Гульмира, вы работаете специалистом по связям с общественностью, наверное, много людей рассказывают вам о том, как проходит это тестирование и какие последствия. Вы знаете, у меня есть страница в Facebook, там я пишу именно вот о таких проблемах, и люди в директ часто мне пишут о том, что у меня ребенок и так с проблемами был, плюс ему прописали психотропные препараты, теперь ребенок вообще стал неуправляемым, или ребенок не узнает, или там, когда они находятся именно в психдиспансере, родители туда не допускают, а когда допускают, они видят, что ребенок уже как бы сильно пострадал, да? Такие случаи есть, но не все родители готовы показать своих детей, но ввиду того, что это будет какая-то стигмация, ярлыки на ребенка и так далее. Сразу вопрос, если можно, на каком основании были назначены психотропные препараты, и кто назначал эти психотропные препараты? И вообще правда ли, что теперь по тем поправкам, которые вносятся в законодательство, психотропные препараты смогут назначать не только врачи-психиатры, а практически все, кому не лень, и врачи общего профиля? Да. Вы знаете, мы встречались на круглых столах с психиатрами, и когда мы задали вопрос, что такое охрана психического здоровья, потому что этот вопрос есть в статье 95-96, «Дошкольная школьная медицина», там прописывается понятие охраны психического здоровья. Что это такое, мы не понимаем. Мы искали документы, мы не могли найти, поэтому мы спросили у психиатров, что такое охрана психического здоровья. На нескольких встречах нам сказали, что это диагностика и лечение, диагностика чего? Это психических заболеваний, и лечение чем? Психотропными препаратами. На других встречах нам говорили, что это профилактика, поэтому у нас остались вопросы, и мы спросили, на основании каких документов вы вообще это внедряете? Дайте нам протокола или что-то, как это будет вообще делаться, кто это будет делать? В итоге они нам скинули документы Всемирной организации здравоохранения. Изучив эти документы, там есть расширение доступности психотропных препаратов, политика внедрения в школы и так далее. То есть надо внедрить эту политику туда, где находятся дети большую часть времени. Там предлагается то, что если мы будем ранее выявлять проблему у детей, имеется в виду психические проблемы, то мы как-то с ними можем справиться. Так я думаю, а как они справлялись в других странах? А в других странах получилось так, что справляясь с этими проблемами, они создали такие же проблемы, только еще в больших количествах. Допустим, если посмотреть в США, сейчас 70% населения сидят на психотропных препаратах. А как это получилось? Получилось того, что внедряли охрану психического здоровья. Там она по-английски называется, не буду называть, но в школах внедрялась программа управления гневом. Это похожая программа, как сейчас у нас внедряется превенция суицидов. То есть что это за программа? Эту программу внедряют в Казахстан с 2011 года, опираясь на статистику. Мы показали статистику, что в Казахстане находятся на четвертом месте в мире по суицидам среди подростков. Мы начали смотреть, вообще это правда или неправда. Мы натолкнулись на статью Багдада Мусина, он тогда был председателем комитета правовой статистики. Он, оказывается, тоже заинтересовался этой статистикой. Сделал аналитику, что в 2015 году мы находились на четвертом месте по росту суицидов, мы находились на 11 месте. Тогда мы сделали запросы другие организации и получили цифры, что Министерство юстиции РК говорит, что 123 человека умерло, Министерство здравоохранения РК говорит, что 136, Генеральная прокуратура 109, и еще мы с правовой статистикой взяли сайты 201. Это статистика только по подросткам? По подросткам 2015 года. Возраст? До 18 лет. До 18 лет. Там именно смерть от суицида. Вообще, во-первых, настораживает, что нет единой какой-то статистики в Казахстане. То есть все, куда мы не обращаемся, все дают разные цифры. Почему? Непонятно. Но на основании вот этой непонятной статистики нам в Казахстан внедряют... А, ну что мы еще там увидели, что у нас и так с 90-х годов идет снижение суицидов. Но везде трубится, что у нас повышается суицид, что у нас дети, чуть ли не каждый второй умирает. Поэтому давайте будем внедрять проект. Какой проект? Казахстанские наши психологи, они и так начали работать с 2012 года. Плюс, помните, был такой тренд, когда дети с сайтов, каких-то там синяки и прочее, они там смотрели сайты и заканчивали жизнь самоубийством. При этом внедрилась наша прокуратура, наше МВД. Они заблокировали все эти сайты. Психологи работали, в частности, с проблемами с детьми, те, которые смотрели эти сайты. То есть как-то решали эти проблемы, и у нас действительно было снижение. Но на этом снижении начинают внедрять программу в проект «Превенция суицида». Внедряет ее фонд «Сорос» и «Юнисеф», плюс наш фонд «Былим Фундейшн» возглавлял его Раван Кинджиханулы. Он встречался с Акимами, встречался с местными представителями власти и говорил, вот у нас такая проблема, надо что-то с этим делать, мы вот предлагаем такую-то программу. А что это была за программа? Эта программа пришла с запада, там предложена та же Всемирная организация здравоохранения, или фонд «Сорос», или «Юнисеф», кто-то из них предложил эту программу. В этой программе предлагалось протестировать всех детей и подростков. Сами тесты, это интересные тесты, я их сама читала. Написано, «Хотели ли вы когда-нибудь в своей жизни покончить жизнь самоубийством?» И вопрос такой очень интересный. «Считаете ли вы, что жизнь не стоит того, чтобы жить?» Это вопрос подросткам, детям. Если мой ребенок никогда в жизни не хотел покончить жизнь самоубийством, то, прочитав этот тест, он задумается, а реально жизнь стоит того, чтобы жить вообще? То есть этот вопрос, он наталкивает ребенка пойти на какой-то такой шаг, что, может быть, жизнь вообще смысла не имеет. И дальше там в этом же опроснике есть способы самовредительства. То есть каким образом можно покончить жизнь самоубийством? А ударьтесь головой об стену, вскройте себе вены там и так далее. То есть там есть подробная инструкция, каким образом это можно сделать. Я бы не хотела, чтобы этот опросник попал к моему ребенку, если честно, как мама сказать вам, да? А также там есть реклама. Я поразилась, я даже таких в жизни не читала. Я вот даже записала, потому что я не знала, что такие бывают. Написано, «Принимали ли вы какие-нибудь препараты типа ЛСД?» Я думаю, что лучше... Даже название препаратов. Давайте мы не будем их зачитывать. Да, не будем их зачитывать, потому что там и также расписано, помимо наркотических средств, там написано, какие психотропные препараты может ребенок принять и получить. И где их можно найти? Найти их можно, да, в любом месте они общедоступны, то есть эти препараты, то есть это прямая реклама ребенку, типа вот найди, а там, оказывается, можно вот так вот тоже повеселиться дополнительно. То есть этот опросник сам по себе опасен. Опасно, чтобы эти опросники читали дети. Сейчас они все пользуются поисковиками и так далее. Они любое загуглят, и уже все, они знают прекрасно все, что это такое, и какой может быть результат от применения такого препарата. Вот такие опросники. Они предлагают раздавать всем нашим детям. Дети, когда проходят этот опросник, вы знаете, сама, когда я его читала, сама начала задумываться вообще, каким способом бы я захотела покончить жизнь самоубийством и прочее, да? Если ребенок ответил на эти опросники, эти опросники собираются, анализируются, выявляются группы риска. И, знаете, в 2017 году попало 4412 детей в группу риска. Из них 1470 было пролечено медикаментозно. А чем лечили? На наши запросы также ответили, лечили одним из препаратов, который называется аметриптилин. Я когда почитала побочные эффекты аметриптилина, я ужаснулась. Во-первых, этот препарат в некоторых странах считается наркотическим веществом, то есть он запрещен в продаже, а у нас этот препарат предлагают лечить детей. Во-вторых, побочный эффект от этого препарата, я прочитала это на форумах, что если смешать этот препарат с алкоголем, то это мгновенная смерть. Этот препарат дают подросткам, то есть где там есть, ну, какая мама может знать о том, что он смешает его с пивом и не умрет, как минимум, да? Дальше там побочный эффект и без алкоголя, внезапная смерть, кома, цирроз печени и очень много побочных эффектов, там три листа. Я в шоке была, даже какой-то из них, если получится, что там проблемы с ЖКТ, увеличение веса на 35 килограмм, галлюцинации, да. А еще там есть момент, написано в самой же инструкции к этому амитрептивену, как она называется, там написано, что побочный эффект это попытка к суицидам у лиц младше 24 лет. То есть, что нам предлагают сейчас? Лечить суицидами препаратом, который вызывает суицид. То есть, как бы масло масляное получается. Я бы попросила не называть у вас такой метод воздействия на ребенка лечением. Я бы тоже это не называла. Потому что лечение, это все-таки улучшение. Это больше, как покалечить наших ребят с помощью психотропных препаратов. Вот такое, эти препараты были назначены, если я правильно понимаю, только на основании тестирования. только на основании. Требовалось ли согласие родителей? Ну вот, вообще требовалось. Ну знаете, там у меня тоже есть это информированное согласие на тестирование, просто даете ли вы согласие на тестирование? Какое тестирование? Родители не уведомляют о том, что на основании этого тестирования ребенку могут поставить настоящий психический диагноз. И этот психический диагноз закроет будущее ребенку. Вы представляете, ребенок с психическим диагнозом. Это означает, что у него в будущем не сможет занимать какие-то должности. А если там его будут лечить препаратами, он будет еще хуже себя чувствовать. Соответственно, он не сможет управлять какими-то транспортными средствами. Вообще, я не знаю, что будет с мозгом ребенка, если дать ему препарат, который меняет его сознание. Вы знаете, что на казахском препарате психотропа называется ЕС-аудератен препарат ТРЭ. То есть препарат, если перевести дословно, препарат, меняющий сознание. То есть ребенок, который был до приема психотропов, и ребенок, который после, это абсолютно два разных человека. И как подействуют на него эти препараты, непонятно. Допустим, в Америке эта программа была внедрена в 1996 году. Результатом таким было, что, я не помню уже в каком году была школа Колумбайн. Это нашумевший на весь мир случай, когда два подростка пришли и расстреляли 13 одноклассников, 26 было ранено. И один из этих подростков принимал Левокс. Сначала он принимал Залофт, потом принимал Левокс. И это синдром отмены, это вспышки агрессии. То есть ребенок находится в состоянии таком, что вот у него желание убивать. И понятно, в Америке разрешено огнестрельное оружие. Конечно, это все говорят, вот это потому, что в Америке разрешено огнестрельное оружие. Ну, у нас же никто и с ножами не кидается в наших школах. То есть, если это, видите, это вспышки гнева на основании психотропных препаратов. Это, конечно, мое мнение. Но изучив глубже, я нашла фатальный список навески. Это был мужчина, который занимался огнестрельным оружием. И когда внезапно начались вот эти убийства детей с помощью оружия, он начал, сам заинтересовался, в чем проблема. И раньше было разрешено огнестрельное оружие, почему только сейчас начались эти массовые убийства. И когда он проанализировал, он выписал список 35 детей, которые внезапно начинают убивать. И на основании психотропа они принимают или закончили принимать психотропные препараты. Также там был мальчик, который принимал оксил. Этот парень в состоянии, видимо, под психотропными препаратами взял в заложники всех своих одноклассников. Там их тоже было, по-моему, 23 или 13 человек. И на следующий день ребенок даже не вспомнил, что он так сделал. То есть это было прямое действие психотропных препаратов. И такой список Джон Навески в 2001 году повесил у себя на Фейсбуке. Конечно, после этого он умер, я не знаю, связано это с этим списком или нет, но в течение трех дней мужчина погиб. Поэтому мы выражаем свою обеспокоенность тем, что данная программа, она не спасет никак нас от самоубийств, а наоборот, она увеличит эти самоубийства. И наше будущее поколение, как минимум, будет посажено на психотропные препараты. И каким действием препаратов, мы даже не знаем. Делаем вывод, что, в принципе, это не казахстанское ноу-хау. Нет. Подсадить детей, подростков на психотропные препараты. И Всемирная организация здравоохранения тоже активно продвигает такую политику. Но я бы попросила все-таки привести наши казахстанские случаи. Я знаю, что ваш фонд ведет, занимается ими. Да. Знаете, я в интернете, так же читала, я быстренько скажу, завершу. В Астане был случай, подросток убил своего одноклассника ручкой. Я думаю, что наш прокуратур... Наши мягшие случаи. Наши мягшие случаи. И ребенок тоже принимал препараты. Какие именно препараты он принимал, я не знаю, но у него был психический диагноз, и были прописаны психотропные препараты. То есть даже если не ходить далеко за границу, то у нас уже есть прецеденты, которые тоже заставляют задумываться, стоит ли продвигать такую программу или нет. По поводу наших реальных случаев, у нас более 120 случаев имеются у нас в фонде. И люди, которые пролечились в психиатрических больницах, они нам рассказывают о побочных эффектах этих препаратов. Особенно дети-сироты. Я когда сама большинство этих детей-сирот, ну бывшие детдомовцы, которые приходили, я сама их анкетировала. Я потом, когда они выходили, я где-то полчаса не могла успокоиться, плакала. У меня сейчас, если опять проявится, ну потому что это невозможно читать. И тем не менее расскажите. Да. Зря я вспомнила про эти случаи. Ну вот мы и в фейсбуке как раз Гульмира про это тоже писала, что вот как мальчик в кому впал, да, от психотропных препаратов, как, ну, например, в детских домах отправляют в психиатрические больницы на несколько месяцев в качестве карательной психиатрии. И как дети страдают, как они падают в обмороке. У них тремор рук. У них до сих пор, когда они вот приходили в фонд и рассказывали, у них тряслись руки. Они рассказывали о том, что как текла у них слюня. Они не могли как... Язык вернуть в рот. В рот вернуть, язык становился большим. И, ну, то есть мышцами тела не могли управлять. Болели кости, кровяные поносы, впадали некоторые в кому, потеря сознания. Вы говорите в карательные, так как карательная мера использовалась. Но есть же какие-то показатели, по которым можно делать какие-то выводы, предположения, отправлять ребенка на психиатрическую экспертизу и так далее. Какие нормы, есть ли у вас данные об этом используются? В основном по поводу детей, по поводу детей в детских домах, ну, и сами дети рассказывали, мы ряд запросов тоже делали, когда изучали эти кейсы. Мы увидели, ну, то есть эти случаи. Что мы увидели? Что зачастую это было, ну, на основании заключения психолога-медика педагогической комиссии, это служило только для того, чтобы переводить ребенка из одного учреждения в другой. И плюс это использовалось, ну, например, что он себя вел агрессивно или кидался, то есть характеристику писали соцпедагоги, и на основании этих характеристик их госпитализировали. И зачастую нам эти сироты рассказывали, что у нас и не спрашивали, то есть, ну, с нами и не беседовали, то есть верили характеристикам работников. Допустим, потерялся, вел себя агрессивно. Это же не признаки психического расстройства. Какие-то еще критерии должны быть? Вообще критерии, они у нас в действующем кодексе, они указаны, в действующем кодексе указаны. Это критерии должны быть, это объективные данные, это должны быть клинические проявления и лабораторные исследования. То есть вот по трем этим критериям должна психдиагностика проходить. В частности, дети, которые нам рассказывали, но исходя из их слов и после получения заключения психолого-медико-педагогической комиссии, детям-дедомовцам ставилась диагноз заторможенность психического развития, то есть или педагогически запущенный ребенок. То есть это зачастую, это была просто педагогическая запущенность, или же неполная работа дефектологов и логопедов, то есть если бы этими детьми занимались, то возможно этих признаков и не было бы. И сами нам бывшие работники и интернатов, и этих детдомов, и психиатры нам говорят, что зачастую эти признаки были просто признаками педагогической запущенности. И вот на основании этого... Я простой пример приведу, да. У нас есть случай, когда девочка пришла, проходила психолого-медико-педагогическую комиссию, у этой девочки спросили, чем отличается вертолет от самолета. Я скажу, что эта девочка очень скромная. Она такая стеснительная, такая вот, знаете, спрячется там, не может там говорить, поступать. Это нормально, представляете, ребенок-сирота, конечно, у него такой... В четвертом классе же она была. Да, она была в четвертом классе, да. 10-12 лет, наверное, ребенку было. И у нее спрашивают, чем отличается вертолет от самолета. Девочка знала ответ, просто она постеснялась, ну, как сидят дяденьки-тетеньки, выйти перед ними что-то сказать, она постеснялась. Но в итоге это вот ее стеснение вылилось в то, что ей поставили диагноз заторможенное психическое развитие. В дальнейшем ребенок лечился, я не знаю, лечили ее психотропами или нет, но в дальнейшем, в будущем, в 17 лет, в 18 лет ее лишают дееспособности. И ребенок попадает в рабство, вот этот руководитель психонерологического интерната берет на дне опекунство, и ребенка, ну, уже взрослую женщину, получается, после 18 лет используют как рабочую силу, да. И она была в рабстве 17 лет, вот пока к нам она не пришла, пока мы не решили эту проблему. В другой случае, ребенку 7 лет, это такой интересный парень, такой, знаете, он живой, такой общительный, и он рассказывает, что вот мне, это я, кстати, про него пост писала в фейсбуке на своей странице, он рассказывает, что перед приемом медика этой комиссии, 7 лет, видимо, нужно было для чего-то, чтобы этот ребенок не прошел эту комиссию. Ему вот так вот воспитательница руку выгибала в обратную сторону, и когда пришла эта комиссия, а у них в детском доме не положено жаловаться за жалобы, их наказывают. Поэтому, когда пришла комиссия, этому парню попросили, напиши свое имя. Ну, там у них есть такое, когда ребенок не может писать и так далее, то у него какой-то там диагноз, например, дебильность. И ребенок выходит перед этой комиссией, ему говорят, напиши свое имя, ребенок не пишет имя. Он говорит, ну, скажи там что-нибудь, он молчит, потому что он не может пожаловаться, что у него рука повреждена, и написать свое имя он не написал. На основании этой комиссии ему поставили диагноз F70, это дебильность или олигофрения, ну, вот это все в одном расписано. И на основании этого диагноза ребенка перевели в коррекционную школу жену Я, там дети с отклонениями вообще и физическими, и психическими учатся. И, в общем, этого ребенка госпитализировали ежегодно и держали в психбольнице больше 6 месяцев. Были случаи, когда в год ребенок находился 9 месяцев из 12 в психбольнице. То есть вот это все мы для чего это говорим? Это вот у нас уже происходит, да, такое локально происходит. Сейчас этот кодекс позволяет, то есть проект кодекса здоровья, он позволяет расширять полномочия психиатрии. Даже если посмотрим вот эту психдиагностику, да, то есть этого, как вы вначале вот говорили, что это может любой, да, ставить, по сути это так и получается. Сейчас функции постановки психиатрического диагноза передают врачам по МСП. Это то есть врачи первичной медико-социальной помощи. Туда входят это семейные врачи, участковые, терапевты, педиатры, фельдшеры и акушеры. То есть если вот, например, человека... Ну, министр в одном из своих выступлений говорил о том, что диагнозы в психиатрии, допустим, общие врачи могут ставить только какие-то легкие, ну, например, депрессии, не больше того. Да. Вот в первоначальном проекте, который был занесен в МЖИЛИС, там было сказано, что просто психи... ну, то есть психдиагноз могут ставить врачи по МСП. Там не было, что это легкие диагнозы. Это затем, когда уже общественность, в том числе мы, стали обращаться и в МЖИЛИС, и общественность через СМИ, то только тогда нам сказали, что только легкие диагнозы, это, да, 8 диагнозов, в том числе это депрессия. Но мы считаем, что врачи по МСП не должны ставить психиатрические диагнозы. Это должно все-таки относиться к психиатрам. Для чего это делается? Ну вот, посмотрите, даже если врачи по МСП могут ставить эти легкие диагнозы, тут, например, ту же депрессию, да, например, по тому же тестированию на склонность к суициду, который у нас также закрепляется в кодексе, там будут выявлять депрессию. Понимаете? А кто в школьной и дошкольной медицине по новому проекту кодекса? Это врачи по МСП. То есть охрана психического здоровья. Что могут, ну, диагностировать? Это в том числе депрессию. А кто их будет проводить? Врачи по МСП. То есть, понимаете, мы, то есть расширение, расширение психиатрической диагностики, она будет продолжаться. Это не останавливает. Это первое. Второе, когда обычный человек, например, да, идет к обычному врачу, болит желудок, и говорит, естественно, когда желудок болит, человек не «Вау, настроение», да, и он такой приходит к врачу и говорит, «У меня болит, например, желудок». И врач говорит, ну, диагностирует, будет диагностировать, в первую очередь, психиатрические заболевания, в том числе депрессию. Если протокол диагностики депрессии посмотрите, если человек находился там в течение определенного времени без настроения, то можно диагностировать депрессию. То есть таким образом любому человеку, который пришел не специально, психиатрическими жалобами могут ставить психиатрический диагноз. Таким образом, врачи ПМСП берут функцию психиатров на себя. Вообще, конечно, очень много странного происходит в нашей системе здравоохранения. Например, зачем-то был уничтожен институт педиатрии. И детских психиатров и просто педиатров. Нет. Поликлиник детских. То есть кто-то... Действительно, к министру здравоохранения очень много вопросов. Но если исходить из принципа, сделал тот, кому это выгодно, то давайте попробуем проследить все-таки. Может быть, мы сможем проследить, как деньги движутся в этой системе? Или почему нам выгодно? Или почему мы должны все-таки перенимать ту систему, которую навязывает нам Запад? Можно я отвечу на этот вопрос? Конечно. Смотрите, я когда изучала документы Всемирной организации здравоохранения, там везде настоятельно рекомендуется, чтобы охрана психического здоровья, психическое здоровье, выделение денег на охрану психического здоровья из фонда медицинского страхования. То есть, если посмотреть на их графики, то 53% охраны психического здоровья финансируется из фонда государственного страхования, и какая-то там часть, там же у них только государственная, там у них есть еще частное страхование. И другая половина финансируется из частного медицинского страхования. А так как с этого года у нас внедряется медицинское страхование, естественно, поднимается вопрос об охране психического здоровья. Почему она раньше не поднималась? Потому что сейчас нужно выбрать большой кусочек финансов на охрану психического здоровья. Также в этих документах Всемирная организация здравоохранения на шестой странице, если вы посмотрите, политика внедрения охраны психического здоровья среди подросткового и детского населения, там будет написано, что Всемирная организация здравоохранения при разработке данного документа выражает огромную благодарность, я точно не помню, но написано, что выражает большую благодарность за щедрую финансовую помощь руководству некоторых стран и компаниям Элай и Лили и Джонсон и Джонсонс. Это написано в документе, я вам могу его отправить, вы можете посмотреть, причем от невиденства. Это фармакологическая компания. Кто это за компания? Вот компания Элай и Лили, на нее эта компания выпускает в том числе и психотропные препараты, так же как и Джонсонс. 80% дохода мы примерно посмотрели, даже в открытых источниках, 80% дохода составляет это психотропные препараты. Да, и зачастую, как мы посмотрели в Америке и в других странах, на Западе тоже ставится диагноз СДВГ детям. Что это за такой диагноз? Это синдром дефицита внимания и гиперактивность. Где-то ставится СДВ, а где-то ставится СДВГ. А у нас этот диагноз называется гиперкинетическое расстройство. У меня есть протокол диагностики. Я хотела бы вам зачитать некоторые моменты, а вы скажите, сколько детей не подпадает под эти описания. Вот я когда прочитала, честно говоря, я была в шоке. Это вот критерии, по которым будут отбирать детей, чтобы поставить им вот этот диагноз. Первое. Это не в состоянии выполнить школьное или иное задание без ошибок, вызванных невнимательностью в детали. Дети в школах, они учатся, они ошибаются, это нормально, но это оказывается критерий. Дальше. Нередко не в состоянии довести до конца выполняемую работу или игру. Все знают поведение детей. Он сейчас поиграл в это, не захотел, бросил, побежал в другое играть. Но это же нормально. Это поведение ребенка. Дальше. Часто не слушают, что им говорят. У нас взрослые не все слушают, что им говорят. Дальше. Обычно не могут следовать разъяснениям, необходимым для выполнения школьных и иных заданий. Часто не в состоянии правильно организовать свою работу. Избегают нелюбимую работу, требующую настойчивости и усидчивости. Но это, я напоминаю, это в отношении детей. Часто теряют предметы, важные для выполнения каких-то заданий. Я и сейчас теряю предметы. Письменные принадлежности, книги, игрушки, инструменты. Обычно отвлекаемы внешними стимулами. Мультик увидел такой? А, и на мультик отвлекся. Гульмира, действительно было бы смешно, если бы не было так страшно. И самое интересное, что законные представители несовершеннолетних теперь не смогут противостоять вот такому навязыванию такого лечения, в кавычках. Как это, это тоже часть статей, которые навязывают родителям. Оно в первоначальном проекте кодекса, это тоже закреплялось. Это обязательно профилактические медицинские осмотры детского населения, которые являются обязательными и которые внедрены в школьную и дошкольную медицину. То есть где здесь согласие родителей? То есть это уже попираются права родителей. Плюс еще рассматривалась такая статья, статья 152, которая позволяла лишать родительских прав, если родители отказывались для сохранения здоровья, если какие-то манипуляции производить в отношении своего ребенка. Но нам на данный момент сейчас законодатели говорят, что вроде вот эту приписку для сохранения здоровья убрали. Ну, посмотрим. Но обязательно профилактические медицинские осмотры как остались, так и остались. Я надеюсь, что депутаты этот момент устранят. Как раз сейчас Кодекс находится на рассмотрении. Да, вот на данный, вот даже вот сейчас, он сейчас как раз рассматривается, несмотря на чрезвычайное положение. Можелес сейчас рассматривается сегодня, 7 апреля, 14 часов будет рассматриваться. И завтра, 8 апреля, 14 часов будет рассматриваться. Вот действительно, несмотря на чрезвычайные положения, видимо, кому-то нужно все это быстро продвинуть, да. И нас, знаете, вот меня, лично меня как человека волнует. Почему? Потому что если мы сейчас пропустим понятие охранно-психического здоровья и пропустим профилактику суицидального поведения, которое повлечет за собой закрепление вот этого иностранного проекта, пилотного проекта, то есть на законодательном уровне, и мы закрепим размытые критерии постановки психиатрических диагнозов и передадим функции постановки психиатрического диагноза обычным врачам, то тогда мы окажемся под большой угрозой. Почему? Потому что наши дети, они пойдут в детский сад, и их могут диагностировать без согласия родителей. Они пойдут в школу, и без согласия родители могут диагностировать через школу, способствующую здоровью, через охрану психического здоровья, через обязательно профилактический медицинский осмотр, через тестирование. Понимаете? Четыре таких сети, поставленные в этом кодексе, которые могут ловить наших детей и им ставить психиатрический диагноз. И я надеюсь, что мы сейчас вот эту дубинку, статью 152, которая бы заставляла родителей, если бы они отказывались вот это делать, убрали, я надеюсь, но пока мы в окончательном виде еще в этот проект не видим, но дубинка являлась статья 152, если родитель не захотел бы. А это приведет в свою очередь, понимаете, наркотизации наших детей, наркотизации населения. А теперь посмотрите, какие это большие деньги. Вот я посмотрела протокол диагностики депрессии, там где-то 20 или 30 препаратов выписывается при этом заболевании. Я посмотрела стоимость этих препаратов, это от 600 тенге до 40 тысяч тенге. И представьте, даже если вот такими с очками, которые поставлены у нас в кодексе, ну, какую-то часть населения им будут поставлены, это такая массовая псевдиагностика будет, да, там, даже, предположим, 10%, во Франции 30% на всех препаратах сидят, даже 10%, это миллион 700. И умножьте даже в среднем на 5 тысяч тенге, это 8,5 миллиардов тенге в месяц только будет тратиться на психотропный препарат. Понимаете, то есть я в этом вижу определенную заинтересованность, как Гульмира сказала, и интересы фармкомпании ЛАЛИ, которым сейчас 30 тысяч только в 2013 или 2012 году судились люди за границей. У них там снижение идет сейчас употребление психотропных, потому что население стало просыпаться. Они поняли, откуда причина их состояния, их состояние, их детей, которые сделали их пожизненными пациентами психиатрии, да. То есть они это увидели, там судятся. Я так думаю, что мы сейчас такой лакомый кусочек, наш Казахстан, Россия, почему? Потому что, ну, на кого направлен этот проект, кто попадет? Мы обычные люди будем попадать. А если посмотреть, ну, это мое мнение, да, что те, может быть, те, кто принимает сейчас этот проект, кто стоит за этим проектом, может быть, до конца не понимают этой опасности, что мы, или, может быть, они не в Казахстане лечатся, понимаете? То есть, ну, то есть мне бы, мне бы, вот, как человеку не хотелось бы просто так отдавать наших детей, наше население на, как, ну, как на заклание интересам фармкомпании, интересам больших денег. Не хотелось бы, потому что это наша страна, мы здесь должны жить, будут наши дети расти, племянники наши, извините, а как всегда, всегда, ну, потому что это тема. Я когда в 2014 году на съезде психиатров услышала их планы, вот с тех пор я не могу остановиться, если честно. Я тогда, вот эти все планы, которые сейчас в этом кодексе закрепляются, они в открытую, это обсуждалось и говорилось, я часть это на видеозапись записала, с тех пор я не могу спокойно, как, спать. И сейчас я хочу, как бы, знаете, извините, до каждого казахстанца это донести, что пандемия пройдет, коронавирус пройдет, а кодекс останется. Нам жить по этому кодексу, нам по этим статьям жить, и наши дети могут пострадать, и их подсадят на наркотики, и мы с этим ничего не сможем сделать, понимаете? Вы написали соответствующие заявления в органы, которые должны разобраться в этом вопросе, я надеюсь, что наши зрители поддержат нас в этой теме. Спасибо вам за интервью. Да, спасибо.